Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Север, и в этом видео я покажу, как трансфернуться в одиночку, если у тебя уже есть какой-то прогресс в ней. Погнали! Я не буду как-то углубляться в тему, на ютубе есть куча видео, как трансфернуться в одиночку, на другой сервер и так далее. Я думаю, ты и так знаешь, что в магазине есть трансфер в одиночку за 35 амбера, и этого тебе будет достаточно. Итак, погнали, что нам нужно сделать первым делом. Допустим, тот, что уже нафармил 35 амбера на сервере и готов к трансферу. Итак, смотри, что мы делаем. Мы нажимаем на вот эти три полосочки сверху и нажимаем на кнопочку Unlock. Вот, видите, эту надпись сверху, если там не записано, как тут, например, то, что Северполис локит, то значит все, открыто. Окей, тебе нужно открыть все верстаки, все станки, все двери, абсолютно все, что у тебя есть в доме, чтобы потом можно было перенести ресурсы. Также я советую тебе сломать все довольно-таки крупные постройки по типу промпечь, гриндера, химстола, просто потому что на них нужно очень много ресурсов. Просто скрабь заново, положи, например, в станочек, и когда трансфернешься, просто заберешь. Как-то так. Также, если у тебя стоят кровати и то, на чем они стоят, например, в фундаменте, ты тоже должен сломать. Иначе просто не поставишь свои. После этого отклемиваешь абсолютно всю живку на своей базе. Опять же, я не буду углубляться, я думаю, ты знаешь, как это делать. Ты знаешь, что у тебя будет 15 минут, чтобы добежать, и всех абсолютно заклемить. Единственное, что ты не сможешь обратно получить своего грифона. Да, тебе придется приручать по новой, но я думаю, это не так страшно. Потому что, если ты отклемишь грифона, он становится диким. Разве что сможешь его потом воскресить, если тебе этот грифон больно нужен будет, и приручить его заново. Так, заходим в магазин, видим SP Transfer Ticket за 35. Покупаем его, естественно. Вот. И прежде чем трансфер, ну, вот, тут нам показывают то, что ты будешь в бане на 30 дней. Тут передаются, в основном, чертежи какие-то. И всякие премиум скины. Вот. Нажимаем трансфер, но я забыл выйти из страйба, да. Также забыл сказать, ты не сможешь, к сожалению, передать премиум предметы. Например, шеф-станция. Не знаю, там, а вот пост какой-нибудь и так далее. Скины сможешь забрать. Ну, например, маска клоуна, череп рекса, череп трайка и все такое. Вот. Наж-пресс наш умирает. Сейчас вылезет надпись, что вот, ты кикнулся. И обязательно заходи на сервера с сотым уровнем и без разницы, на каком регионе. Главное, чтобы ты просто нафармил амбер и все. Заходим обратно в одиночку. Новую создавать не нужно, так как мы идем. Существует прогресс. Вот. У нас появляется такая надпись, что вот, ты можешь загрузить трансфер. Мы идем сейчас, быстренько умираем. Я даже обрезать, наверное, ничего не буду. Просто, чтобы это выглядело максимально правдоподобно. А, ну и ты не сможешь передать какие-нибудь банданы, какие-нибудь ошейники, к сожалению. Но я думаю, это поправим. Нажимаем на кнопочку, давнула, трансфер. Мы ее, мы скачиваем. Ой, блядь, что я несу? Ладно, плевать. Вот. Мы спамимся, к сожалению, в рандомном месте. И если это не рядом с вашей базой, то, естественно, вы должны сдохнуть. Итак, я добежал до своей базы. Вот, как видите, животные на месте. Нажимаем на этот черепок, клейм. Все, как видите, забирайте себе живых спокойно. Если вы их не отклеймите, ну, они просто будут зикими. И, к сожалению, вы не сможете их использовать. Да, как-то так. Клейм. Также, если у вас, например, есть какой-нибудь данж-грифон, вы можете его просто отклеймить, убить, забрать его имплант, потом как-нибудь нафармить амбер. В прошлом ролике я показал, как назюпать амбер. И воскресить, приручить заново, чтобы не мучиться потом опять с воскрешением, точнее, с получением данж-грифона. В общем, всех сейчас заклеймлю и покажу что-то другое, наверное. Ну вот, побегаем к нашей базе. Как видишь, все можно использовать. И у тебя наверняка возник вопрос. Так, почему бы не использовать старые станки и старые хранилища? Ведь, ну, по факту, можно же. Нет, нельзя, дружбан, потому что через 21 день сейфы сломаются. Через 7 дней сломаются какие-нибудь станки, верстаки, печки. И, казалось бы, немного, но время прилетит незаметно, поверь мне. Так что, если ты реально жмот, то можешь, в принципе, сломать абсолютно все. Вещи положить в один сейф или вообще положить динозавра. Скрафтить это все и уже прийти на новое место. Сразу с готовыми верстаками, станками и так далее. Вот, дружбан, как-то так. Надеюсь, я тебе помог. Опять же, я не углублялся, потому что мне как-то похуй. Потому что есть уже видео на эту тему в Ютубе. Я просто показал, как трансфернуться в одиночку с существующим прогрессом. Потому что этого абсолютно никто не показал. Вот, еще раз. Спасибо тебе за просмотр. Удачи. Роликов будет все больше и больше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok